У котенка гноятся глаза, чем лечить в домашних условиях. Все встречались с закисанием после сна в собственных глазах. Как правило, они не опасны ни для человека, ни для питомцев, но могут стать предвестником более серьезных симптомов заболевания. Глаза здоровые, кошки всегда блестящие и чистые. У котенка гноятся глаза, он просыпается со склеенными ресницами. Это может быть признаком заражения вирусом. Заметив такой симптом, нужно наведаться к ветеринару. Гноятся глаза у кошки, чем опасность и причина патологии. Причиной слипания ресниц у маленького кота может быть кошачий насморк. Выделения просачиваются из глаза, это один из симптомов болезни, вызываемой вирусами. В 30-50% случаях глазных болезней проявляется хламидофиоз. К сведению, в основном заражаются бездомные кошки, живущие в подвалах или приютах, но также те, которые выходят из дома и контактируют с зараженными. При поражении сосудистой оболочки происходит увит. Ячмей, тоже неприятная болезнь. Кератит вызывает воспаление роговицы. Чаще всего кошка болеет конъюнктивитом. Тогда глаза краснеют, слезятся, появляются зуды. Это характерные выделения, которые могут залепить опухшие глаза. Кошки щурятся, потому что боятся света. Есть специальные глазные капли, которые должны использоваться в этом случае. Если у животного гноятся глазки, это может быть причиной многих недугов, выписывает их, конечно, врач. Он также может порекомендовать подходящую мазь. Важно! Для прозрачных выделений использования антибиотиков не требуется. Конъюнктивит может быть вирусным заболеванием или механическим повреждением конъюнктивы. Кроме того, причинами бывают бактериальная инфекция, шлемидиофилис или майкоплазмофилис, аллергия, рак или гаукома. Конъюнктивит является симптомом других заболеваний, поэтому, если замечено у питомца покраснение гиперемия конъюнктивы, необходимо сдать анализы у ветеринара. Фолликулярный конъюнктивит это заболевание появляется в результате воспаления лимфатических фолликулов на третьем веке. Третье веко – непрозрачная белая слизистая оболочка, которая состоит из хрящевой ткани. Оно обычно спрятано между внутренним уголком глаза и нижним веком. Во время сна выдвигается из нижнего века. Случается так, что в результате сильного стресса кошка сознательно выдвигает третий века, еще называется мигательным, мерцательным, чтобы защитить глаза от опасности. Другие функции мерцания – увлажнение всего глазного яблока, равномерное распределение слез и удаление посторонних предметов из глаза. Красная мигательная века является однозначным признаком инфекции, травмы роговицы, заражения паразитами или серьезного заболевания. Другие симптомы – светобоязнь, возможные нагноение, появление мутной пленки. Как выглядит третий века – гнойный либо флегмонозный конъюнктивит к воспалению присоединяется и инфекция тогда выделения становятся желтыми, даже зеленоватыми. Глаза у котят как и у собак при таком недуге слепаются, открыть их непросто. При флегмонозном конъюнктивите затрагивается не только конъюнктива, а все ткани глаза. Обратите внимание, в этом случае ветеринар обязательно назначит курс антибиотиков. Попадание грязи или инородных тел еще одной причиной офтальмологических проблем являются различные виды механических повреждений глаза. Они могут быть вызваны посторонними предметами, соринками и т.д. которые попали под века и раздражают поверхность глазного яблока. В этом случае может потребоваться тщательное обследование, хотя иногда инородное тело видно невооруженным взглядом. Лучший источник раздражения удалить в ветеринарном кабинете, где врач сделает это профессионально, без дальнейшего повреждения поверхности. Глаза и при соблюдении соответствующие гигиены. Механическое раздражение также вызвано различными недостатками, например, неправильной структурой век или ресниц, энтропия, энтропия, двурядность ресниц. Такие дефекты, как правило, диагностируют у новорожденного 1-3-месячного котенка и тогда может потребоваться хирургическое вмешательство, которое решит проблему. Лифорит очень легко спутать с конъюнктивитом, потому что симптомы похожи, но лечение должно быть другим. Почему воспаляются у котенка края век? Причины разные – подкожные клещи, сибарея, стригущий лишай. При этом животное начинает чихать, чесаться, глаза текают, выпадают волосы на самих веках и в пограничных областях даже может повыситься температура. К сведению, лифорит быстро переходит в хроническое состояние. Трудно подается лечению, особенно в случае ясфиабсцессов. Факторы риска в зависимости от породы. Различные породы кошек имеют свои предрасположенности к заболеваниям. И о таких породных недугах обязательно нужно знать тем, кто решился завести в доме кошку. Порода кошек Бомбей подвержена простудным заболеваниям. Они страдают сильным слезотечением, бурманская гипокалемия, синдрома плоской грудной клетки, врожденным кератоконьюнктивитом. Персидские и сиамские кошки – весьма болезненные животные, у которых наблюдается повышенное слезотечение. Сфинкс чаще всех страдает от глазных недугов. Сфинкса лишены ресниц. Любая пыльца и загрязнение легко попадают в глаза, которые слезятся чаще, чем у обычной кошки. Таким образом животное очищает поверхность роговицы от инородных тел. Затем слезы накапливаются и оседают в уголках глаз. Нужно регулярно удалять их при помощи ватного тампона, смоченного теплой водой. Можно использовать жидкость для промывки глаз, которая помогает поддерживать оптимальное увлажнение глазного яблока и конъюнктивы. А также снимает возможное раздражение. Обратите внимание, жидкость аптекой содержит воду, действующую, успокаивающую на конъюнктиву. Если предпочтительнее чистый раствор для промывания глаз без каких-либо добавок, то можно купить препарат типа «Искусственные слезы». Фронтлайн Пэткарай Клинер. Что можно сделать до визита к врачу? Хотя список заболеваний глаз достаточно внушительный, симптомы часто похожи. Нужно обращать внимание на изменения в характере поведения питомца и его внешний вид. Если появились отек век и краснота, зуд, беспокоящий его, нужно принять срочные меры, потому что велика вероятность, что он разнесет инфекцию, почесывая мордочку и тело. Даже утренние слезы – повод обратиться к ветеринару, не говоря уже об агрессии или вялости, реакции на свет иногда щурится от боли. Иногда совсем не реагирует на световой раздражитель. Косоглазие, пленочка, увеличение глазного яблока, невозможность расплющить глаза, отек мерцающего века – все это говорит о болезни глаз. Задача владельца – вовремя отреагировать на начальные изменения. Важно! У всех глазных недугов осложнение серьезное, а клиническая картина может быть сходной. Поэтому абсолютно не рекомендуется заниматься самолечением. В качестве меры предосторожности рекомендованы только регулярные гигиенические процедуры, не только уменьшающие риск возникновения многих форм заболевания, но также помогающие вовремя заметить начальные симптомы. Диагностика заболевания в ветеринарной клинике. Только ветеринар может определить точную причину и назначить правильное лечение. В зависимости от диагноза он может рекомендовать для четвероногого друга капли, специальные мази для глаз, антигистаминные препараты, антибиотики и иммуномодуляторы. Обратите внимание, некоторые заболевания глаз у кошек могут потребовать операции. Поскольку диагноз иногда осложняется размытыми симптомами или хроническим течением болезни, необходимо оставаться спокойными, когда дело доходит до возможного изменения лекарств. Это особенно верно в случае инфекционного вида комьюнктивита, вызванного грибами или вирусами. Но все же лучше подстраховаться и применить более точные методы диагностики, например, посев мазков на питательную среду. Благодаря этому можно точно определить конкретный возбудитель и назначить единственно правильное лечение. Как проходит осмотр глаз доктором врач использует капли, содержащие флюоресциин натрия. Это специальный пигмент. Когда источник слабого УФ излучения направляется в глаз, все язвы, небольшие раны и другие дефекты четко обозначены. Иногда даже некоторые микроорганизмы светятся. Важно! Глаз – хрупкий орган и непрофессиональное вмешательство усугубит болезнь, что может привести к полной потере зрения, а в некоторых случаях к смерти. А лед Чем лечить глаза у кошек? Прежде всего, не следует лечить глаза кота препаратами, предназначенными для людей. Если заметны хотя бы некоторые симптомы, описанные в статье, необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Чаще всего применяют мазь с антибиотиками, тетрациклин, средства противовирусного действия, противогрибковые препараты. Терапевтическая стратегия зависит от причин заболевания. Если владелец не может ей ее определить, первое время лучше делать теплые компрессы из зеленого чая, ромашки по 10 минут. 3-4 раза в день. Вытесненный хор удаляется стерильным физиологическим раствором. Конечно, одновременно прописываются антибиотики и другие противомикробные средства. При серьезных проблемах помимо актуальных препаратов используется антибиотик цифазолин, который вводят внутримышечно. Обратите внимание, промывание глаз при блефорите следует делать отваром из ромашки, а веки лечить антибиотической мазью. При конъюнктивите тоже промывать ромашкой или протирать оливковым маслом. Для промывки можно использовать раствор марганцовки и флуороцелина. Как капать глаза котенку двухнедельному и более взрослому котенку, у которого может загноиться глаз, процедуру провести легче, чем взрослому агрессивному животному. Прежде всего рекомендуется взять питомца на руки, погладить и успокоить. Если глаза будут плохо открываться, обязательно их очистить настоем ромашки или кипяченой водой. Если малыш постарше и уже царапается, лучше завернуть его в лотенце таким образом, чтобы обезопаситься от когтей. В идеале это делают два человека. Приготовить флакон с каплями в правой руке, а левая оттянуть века вниз, чтобы образовалась щелка, туда и капнуть лекарство. Важно! Нужно обязательно убедиться, что капли попали в глаза, а не на шерсть. Если ничего не вышло, то попытку нужно повторить снова. После процедуры нужно пару минут подержать котенка на коленях, чтобы не чесал глаза, лаская, а потом дать любимое лакомство. Закапывание глаз Сложная процедура, которую лучше проводить вдвоем, как правильно нанести лечебную мазь, если гноятся глазки у котят, чем лечить, кроме каплей. Первым делом нужно очистить глаза малыша и убрать гной, смочив ватный тампон кипяченой водой. Потом принять меры предосторожности, как описано в случае с закапыванием. Тюбик с мазью приблизить к глазу, большим пальцем оттянуть нижнее веко, чтобы образовалась пазуха и в нее выдавить указанную в инструкции дозу мази. Отпустить веко, кошка проморгается, а потом закрыть глаз и чуть-чуть помассировать, чтобы средство распределилось по всему пространству. Обратите внимание, обработать глаза можно тетрациклином, эритромицином и неомициновой мазью. Чем промыть глаза котенку от гноя в домашних условиях из народных средств, чтобы спасти животное от проблем со зрением, нужно заботиться о нем каждый день. Для этого существуют специальные инструменты. Для ухода за глазами можно использовать капли и лосьоны. Не стоит брать вату, потому что ее волокна вызывают раздражение. Ватные тампоны – лучший вариант. Нельзя промывать глаза сырой водой. Это приведет к нарушению микрофлоры. Из народных средств, чем лечить, когда у котенка гноятся глаза, можно сделать отвар из ромашки 2 часа. Ложки на стакан кипятка варить 15 минут. Остыдить в шалфе 1 чайная ложка на 300 мл кипятка, настаивать 1 час. Приготовить раствор фурацелина 1 таблетка на полстакана воды. Для новорожденного котенка тоже подходят эти средства. Если вылечить не удалось за 3-4 дня, тогда лучше закапать препараты, которые назначил врач. Профилактика болезней глаз Чтобы предотвратить глазные болезни, нужно своевременно делать питомцам прививки. Ветеринары подтверждают, что животные, привитые против вирусных инфекций, болеют очень редко. Периодически нужно осматривать, нет ли в поведении кота тревожных изменений, указывающих на ухудшение зрения, например, снижение активности. Или столкновение с предметами. Не стоит забывать и о регулярных проверках и анализах крови на осмотре у ветеринара, особенно в ситуации, когда уже известно, что Кошка находится под угрозой. Если кот плохо видит это чревато травмами, многие животные, в том числе и коты, конечно, используют чаще другие органы чувств обоняния. Осязание, но глаза играют для них тоже важную роль для полноценного существования. Очень трудно заботиться о питомце, частично или полностью потерявшего зрение. Риск получения всевозможных травм и ранений очень велик. Поэтому нужно беречь своих маленьких четвероногих друзей, чтобы облегчить им жизнь и себе. Чем лечить глаза у кошек? Прежде всего, не следует лечить глаза кота препаратами, предназначенными для людей. Если заметны хотя бы некоторые симптомы, описанные в статье, необходимо проконсультироваться с ветеринаром. Чаще всего применяют мазь с антибиотиками, тетрациклин, средства противовирусного действия, противогрибковые препараты. Терапевтическая стратегия зависит от причин заболевания. Если владелец не может ей ее определить, первое время лучше делать теплые компрессы из зеленого чая, ромашки по 10 минут. 3-4 раза в день. Вытесненный хор удаляется стерильным физиологическим раствором. Конечно, одновременно прописываются антибиотики и другие противомикробные средства. При серьезных проблемах помимо актуальных препаратов используется антибиотик цифазолин, который вводят внутримышечно. Как капать глаза котенку? Двухнедельному и более взрослому котенку, у которого может загноиться глаз, процедуру провести легче, чем взрослому агрессивному животному. Прежде всего, рекомендуется взять питомца на руки, погладить и успокоить. Если глаза будут плохо открываться, обязательно их очистить настоем ромашки или кипяченой водой. Если малыш постарше и уже царапается, лучше завернуть его в лотенце таким образом, чтобы обезопаситься от когтей. В идеале это делают два человека. Приготовить флакон с каплями в правой руке, а левая оттянуть веко вниз, чтобы образовалась щелка, туда и капнуть лекарство. Важно! Нужно обязательно убедиться, что капли попали в глаза, а не на шерсть. Если ничего не вышло, то попытку нужно повторить снова. После процедуры нужно пару минут подержать котенка на коленях, чтобы не чесал глаза, лаская, а потом дать любимое лакомство. Закапывание глаз Сложная процедура, которую лучше проводить вдвоем, как правильно нанести лечебную мазь. Если гноятся глазки у котят, чем лечить, кроме каплей? Первым делом нужно очистить глаза малыша и убрать гной, смочив ватный тампон кипяченой водой. Потом принять меры предосторожности, как описано в случае с закапыванием. Тюбик с мазью приблизить к глазу, большим пальцем оттянуть нижнее веко, чтобы образовалась пазуха и в нее выдавить указанную в инструкции дозу мази. Отпустить веко, кошка проморгается, а потом закрыть глаз и чуть-чуть помассировать, чтобы средство распределилось по всему пространству. Обратите внимание, обработать глаза можно тетрациклином, эритромицином и неомициновой мазью. Чем промыть глаза котенку от гноя в домашних условиях из народных средств? Чтобы спасти животное от проблем со зрением, нужно заботиться о нем каждый день. Для этого существуют специальные инструменты. Для ухода за глазами можно использовать капли и лосьоны. Не стоит брать вату, потому что ее волокна вызывают раздражение. Ватные тампоны – лучший вариант. Нельзя промывать глаза сырой водой. Это приведет к нарушению микрофлоры. Из народных средств, чем лечить, когда у котенка гноятся глаза, можно сделать отвар из ромашки – 2 часа. Ложки на стакан кипятка варить 15 минут. Остыдить в шалфе – 1 чайная ложка на 300 мл кипятка, настаивать 1 час. Приготовить раствор фурацелина – 1 таблетка на пол стакана воды. Для новорожденного котенка тоже подходят эти средства. Если вылечить не удалось за 3-4 дня, тогда лучше закапать препараты, которые назначил врач. Профилактика болезней глаз. Чтобы предотвратить глазные болезни, нужно своевременно делать питомцам прививки. Ветеринары подтверждают, что животные, привитые против вирусных инфекций, болеют очень редко. Периодически нужно осматривать, нет ли в поведении кота тревожных изменений, указывающих на ухудшение зрения, например, снижение активности. Или столкновение с предметами. Не стоит забывать и о регулярных проверках и анализах крови на осмотре у ветеринара, особенно в ситуации, когда уже известно, что Кошка находится под угрозой. Если кот плохо видит это, чревато травмами. Многие животные, в том числе и коты, конечно, используют чаще другие органы чувств обоняния. Осязание, но глаза играют для них тоже важную роль для полноценного существования. Очень трудно заботиться о питомце, частично или полностью потерявшего зрение. Риск получения всевозможных травм и ранений очень велик. Поэтому нужно беречь своих маленьких четвероногих друзей, чтобы облегчить им жизнь и себе.